Продолжаем эфир. Возврат незаконно выведенных активов эксперты назвали одним из приоритетных аспектов поддержания экономики. В послании народу этот вопрос вновь поднял президент Казахстана. По подсчетам аналитиков, речь может идти о миллиардах долларов. Эти деньги смогут закрыть дыры в бюджете, которые ежегодно перекрывают за счет трансфертов из нацфонда. Возвращение активов государства из-за рубежа – самый актуальный вопрос, который поднял президент страны, считают политологи. Касым Жмар-Тукаев пообещал другой разговор олигархам, нежелающим возвращать незаконно выведенные активы и тем владельцам крупного бизнеса, которые не вкладываются в экономику страны. Возврат активов – тоже один из больших вопросов, который меня как юриста волновал. Глава государства однозначно твердо сказал, что государство будет уже применять к людям, к тем олигархам, которые не понимают по-человечески. Это же формула есть такая, либо пряника, но если не понимаешь, то соответственно методы принуждения. По самым оптимистичным подсчетам, незаконно выведенные активы за рубежом исчисляются миллиардами долларов, говорит политолог Жан Досар-Сенвеков. От 120, если не ошибаюсь, некоторые эксперты даже говорят, 230 миллиардов может быть. Но это оптимистично. После 2022 года у нас создали фонд «Казахстан-Халтна», куда поступают все возвращенные средства из зарубежных государств. И там самое большое количество поступлений было всего лишь от двух персон. По словам экспертов, в стране дефицит бюджета. Покрывать его ежегодно приходится за счет трансферта из национального фонда. Идут входы деньги пенсионного фонда, на которые приобретают акции госкомпаний. При этом политологи опасаются, что с каждым годом дефицит будет расти. По подсчетам экономистов, это от трех скоро будет до пяти триллионов тенге дефицит в год. Это очень огромная сумма. Этому влияет еще не доимка по налогам. В этом плане возврат тех средств, которые были выведены из страны, это очень актуально и очень своевременно. Если не найти альтернативный способ пополнения бюджета, на трансфертах из национального фонда можно будет продержаться всего около 10 лет, говорят эксперты. Поэтому президент поручил упорядочить всю информацию о возвращенных государству активах и их целевом использовании. А обязательным условием амнистии капитала станет вложение средств в экономику страны. Напомню, всего с 2022 года с учетом мер по демонополизации экономики к государству возвращены активы на сумму более полутора триллионов тенге, в том числе из-за рубежа свыше 360 миллиардов тенге.